Итак, Равицкак начал читать по субботам Тору в официальной синагоге, где было полно доносчиков. И сначала он только читал Тору, а после этого бежал домой. Как известно, что в КГБ больше всего интересовало их, кто говорит слова Торы. Тору. Двар Тора. Так называется любая речь, связанная с Торой. Субботу было принято произносить Двар Тора на тему недельной главы Порошат Шабо. Зная о внимании властей к людям, способным взять на себя такую задачу, первое время я был очень осторожен. Просто читал Тору и, не задерживаясь, уходил домой. На меня и так друзья кричали, едва убежал от их когтей, опять в огонь лезешь. Да и идти приходилось достаточно далеко, а дома ждали с трапезой. Но потом я все-таки не выдержал и после молитвы стал говорить Двар Тора. Появились слушатели, начали задавать вопросы, а с этими доносчиками я стал просто дружен. И никто на меня не донес. А ведь я читал Тору, говорил, дрошу толкование, комментарий на недельную главу каждую субботу вплоть до 72-го года, когда мы уехали в Израиль. А перед отъездом Гита, человек трезвый и доносчиков не жаловавший, испекла леках, медовый пирог, раздобыла бутылку вина и в пятницу до субботы отослала меня в чемпионскую синагогу. Помнится, я шел с моей маленькой дочкой Хавой. Вышли мы задолго до захода солнца. Но на всякий случай этот подарок несла маленькая Хава. А теперь это целая тема. Как учили детей в Ташкенте? Школьные проблемы. Еврейские дети в Ташкенте разделялись на две группы. Одни совсем не ходили в школу, а другие ходили и в субботу. Варианта, когда бы дети ходили в школу и при этом не нарушались в субботу, просто не было. Был случай в Самарканде в 50-е годы. В субботу сидит в классе ученик Миша Лернер и не пишет. Подходит к нему учительница и спрашивает, Миша, почему ты не пишешь? У меня нет ручки. Она дает ему ручку, а он по-прежнему не пишет. Миша, что случилось? У меня нет тетрадки. Учительница дает ему тетрадку. И тут мальчик решился. Чтобы избежать соблазна нарушить субботу и писать, он выпрутнул в окно. К счастью, окно было невысоко. Другой случай. Во время войны раб Аарон Хазан на средство Хабада организовал в Ташкенте тайное обучение еврейских детей Тори. Он снял дворик у одной женщины и пригласил быть рэбе, учителем рэбзалмана Лейба Эстулина. Он был инвалидом, потерявшим на войне ногу. Когда раб ходил по домам и собирал детей для учебы, кто-то ему сказал, Раби, вот с такой-то женщиной не говорите. Она далека от всего. А он сказал, но сын ее пусть учит Тору. И взял его в школу. И не зря. И вот наступил Новый год. Рэбзалман Лейб не хотел, чтобы у еврейских детей стояла елка. А дети это понимали по-своему. Значит, елку надо от рэбе прятать. Они проводили во дворе своей тайной школы много времени. Играли там. Ну и вытаскивали елку, когда рэбе уходил. Накануне Нового года, то есть накануне 31 декабря, в ворота кто-то постучал. И ему неосторожно открыли. И во двор вошла целая комиссия из райсовета. Видно, им донесли, что здесь учат детей Тори. А это было уголовное наказание. Увидев эту комиссию, Рэбзалман Лейб побледнел. Он подумал, что все, все кончилось. Он уже на том свете. Не растерялся только сын той самой женщины с подмоченной репутацией. Накануне он спрятал елку. А теперь, прежде чем комиссия успела войти в помещение, Наскоро поставил ее, подошел к Рэбзалману Лейбу и схватил его за седую бороду. Комиссия видит. Дети играют. Старичок какой-то сидит. Дети, что вы здесь делаете? А мальчишка говорит. Вот мы нашли себе Деда Мороза. Совсем как настоящий, с белой бородой. И опять дергает его за бороду. Самое главное, из проверяющих увидела, Как жалко выглядит Рэбе. И говорит. Дети, человек раненый, без ноги вернулся с фронта. Оставьте его и разойдитесь. И тут Равицкак добавляет. Если я не расскажу об этом, кто расскажет? Я думал, как мне устроить моих детей в школу, Чтобы в субботу они не писали. Стал расспрашивать знакомых. И один из них, Исраиль Фрэнкель, сказал. Есть еврей, директор трех школ рабочей молодежи. Милиции, пожарников и танкистов. Сам он, конечно, ничего не соблюдает. Но эти школы не работают по субботам. Ну вот пришли мы к этому директору. Сегодня уже можно спокойно назвать его имя. Борис Давидович Аксакалов, чтобы память о праведнике была благословена. Я ему рассказал, что я жил в Казани, что меня уволили с работы. Я работал учителем из-за веры в Бога. А так как в его школе в субботу не учатся, Я хочу устроить туда своих детей. А он все не понимает. А почему вы хотите, чтобы они не занимались в нормальной школе? Потому что там надо писать в субботу, А нам, верующим евреям, это делать нельзя. Как это нельзя? Вы пишете не для своего удовольствия. Это же постановление государства. Я говорю, все равно. Я хочу воспитать моих детей так, чтобы они в субботу не писали. Наконец он прямо спрашивает. Для чего? Ты хочешь выполнять волю Всевышнего? Так что ли? Я говорю, да. А, если так, то я тебе помогу. И сразу звонит своему родственнику, тоже директору школы. Соломон Ионович, принимай девочку, Сару Зильбер. В субботу она писать не будет. А если учителя станут шуметь, так я прошу, пусть весь шум останется внутри школы. А сына давай мне, говорит он. Я имел глупость спросить. А с какого класса у вас учатся в школе? Седьмого. А мой сын закончил только четвертый класс. Он говорит, что-то я вас не понимаю. Вы же желаете делать для Всевышнего? Так? А Всевышнему какая разница, седьмой, пятый или четвертый? Я принимаю. Давай. Это уже пишет записку. Я даже не глянул. И дает мне адрес. Ну, я взял Бенчика, взял сына и пошел по адресу. Вы знаете выражение? Пуганая ворона и куста боится. Я знал, что за мной могут следить и КГБ, и милиция. А тут прихожу по адресу, а вход по пропускам. Куда я попал? Я же этого учителя, директора Аксакалова видел первый раз в жизни. Может, он заманил меня в ловушку. Но в этом здании действительно находилась школа. Школа для милиционеров. Я показал записку. Она была адресована заучу. И меня пропустили. Зауч оказалась тоже еврейка. Она тут же отвела бенсионов класс на урок. А там сидят ученики, все высокие, здоровенные. Ходят с револьверами в милицейской форме. А бенсиону 11 лет. И он был тогда маленький, слабый. Я побоялся оставить его одного. И сидел с ним в классе два часа. Если кто-то приходил и спрашивал, что он тут делал, я говорил, мальчик болен, нужно лечение. Вот и пришлось отдать его в эту вечернюю школу. В школе Аксакалова бенсион прозанимался до выпуска. Как-то жена моя шла с ним по улице. И какой-то милиционер вдруг приветствует его. Берет под козырек. Она спрашивает, бенчик, какое отношение ты имеешь к этому милиционеру? Он говорит, я же с ним учусь, он сидит со мной за одной партой. Как-то в школе назначили экзамен на день праздника Шивовод. Я звоню Аксакалову. Борис Давидович, экзамен в такой-то день нельзя ли перенести? Ну ладно, пусть придет воскресенье. И он специально послал учителя принять экзамен. Через пару месяцев после того, как бенцион поступил в школу, вдруг сам директор Аксакалов приходит вечером ко мне домой. Я испугался, что-то случилось. А Борис Давидович рассказывает, я всегда курил в субботу и делал все то, что делать нельзя. Но на днях со мной произошло настоящее чудо. Вы знаете, у меня большая семья, много детей. Я не могу жить на зарплату. Так я немножко грешу. Но грешу осторожно, с расчетом. Ну вот, один человек, который не сдал все экзамены на аттестат зрелости, попросил у меня справку об окончании школы. Я за деньги выдал ему такую справку. А в журнале проставил оценки и по тем предметам, которые он не сдавал. Ну, подделал запись. Было это давно. Тот человек окончил институт, женился, стал инженером. И вот он разводится. А жена в отместку заявила на него. Написала, что он мошенник. И что дипломы и аттестат зрелости фальшивые. Ну, и в школу прислали комиссию проверять заявление. Комиссия потребовала школьный журнал. Открыли. Стали каждый лист рассматривать с обоих сторон. Дошли до листа с подделкой. Но тут меня чуть инфаркт не схватил. Не заметить нельзя. И вдруг кто-то предлагает, а теперь проверим с другой стороны, с конца. И проверяют, перелистывают журнал с другой стороны. И опять дошли до фальшивого листа. И снова остановились. И написали, что все в порядке. Только один лист из всех не просмотрели. И тогда я понял, что это Всевышний меня спас за то, что я принял твоего сына. А раз так, то напиши мне на бумаге, когда можно начинать курить в субботу вечером. И я ему написал. Но после этого я решил ему заплатить. Он же сделал для меня такое большое дело. Кто еще такое сделает? Ну, я добыл, одолжил 500 рублей. Зашел к нему и даю. А он не берет. Исак, деньги я люблю. И они мне нужны. Но это я сделал для Бога. Не хочу за это денег. Я говорю, это большая митцва. И за деньги тоже. Нет, говорит. Если я возьму деньги, митцва будет слабее. Соображает. А потом предлагает. Знаешь, давай мне таких детей, как твой сын, которые не хотят в субботу писать. За каждого получишь с меня пол-литра водки. А это было начало 60-х годов. Тогда за спекуляцию расстреливали. Поверите ли, сколько я привел к нему детей? 35. А как я могу строить школу стольких детей? Ведь это школа рабочей молодежи. По закону в ней могут учиться только люди старше 16 лет. И те, кто работает. А я приводил детей 11, 12, 13 лет. И я придумал вот что. Писал от руки справку, что такой-то работает там-то и там-то. Но имя рядом с фамилией писал не полностью, а только проставлял инициалы. И не ребенка, а того из родителей, чье имя легче подделать под инициалы ребенка. Например, Кругляк, имя матери Елизавета. А отца зовут Владимир, В, Е и В. А сына Яков. Так я выбирал букву Е. Ее легче превратить в букву Я. И ставил на справке рядом с фамилией. Елизавета брала эту справку на работу. На справку ставили печать, подтверждающую, что она действительно там работает. А потом я исправлял Е на Я. Так Яков получал справку с места работы. Но это, конечно, было небезопасно. И при проверке это могло обнаружиться. Но у Бориса Давидовича дела были поставлены. Была бумажка. Все остальное не важно. И он не брал ни у кого ни копейки. И тогда я решил ему платить вот чем. В Песах приносил ему мацу. В Роша Шана трубил ему в шафар. В Йом-Кипур показывал ему, какие молитвы надо читать. А в Суккот приводил к себе в Суку. А в Пурим читал ему Мегелат Истер. Пятикопеечная печать. Но случалось порой такое. Казалось бы, уже ничто не выручить. Но все удивительным образом обходилось. В Ташкенте произошло крупное землетрясение. Более 75% зданий рухнуло. В город прислали 80 тысяч строителей. И построили целые новые районы. В районе Чиланзар открыли школу. И записывали в нее всех живущих поблизости детей. А рядом жил еврей, чья дочка училась у отца Калова. И вот приходит к ним учительница домой и говорит. Девочка, ты должна идти в нашу школу учиться. А я уже учусь. Где? В рабочем городке. А там только школа рабочей молодежи. Отец испугался и прибежал ко мне. Что делать? Девочка проболталась. Если узнаешь, что Аксакалов принял маленьких детей, что с ним будет? Я побежал к нему. А он успокаивает. Эх, ничего страшного. Ты ошибся. Рядом с моей есть другая школа. Обычная восьмилетка. Предположим, девочка учится в этой школе. И Аксакалов идет со мной восьмилетку. И просит директора выдать справку, что девочка учится в его школе. Сделай одолжение. Подпиши эту бумажку. А я тебе тоже что-нибудь подпишу. Но тот ни в какую. Что делать? Голова у Аксакалова была хорошая. На редкость толковый человек. Не зря он был заслуженным учителем Узбекской ССР. Знаете, что он сделал? Взял пятикопеечную монету. Она размером с печать в любой школе. Помазал со стороны герба чернилами. Приложил к справке как печать. Я говорю, что ты делаешь? А вдруг проверят. Э, говорит, мы ведь все делаем ради него. Он поможет. И что вы думаете? Сдали эту справку в школе в новом районе Чиланзаре. И никто ничего не заметил. Одному из малолетних учениковок Сакаловской школе, Давиду Марьяновскому, пришла повестка из армии. Согласно возрасту, который был указан в его школьных бумагах, он подлежал призыву. Но на самом деле он был на пять лет младше. Опять пришлось выкручиваться. Расскажу еще один случай. Я устроил в школу, не Аксакаловскую, вечернюю школу, одну девушку, верующую. По фамилии Гайсинская. Она работала в банке. Ну, работала бухгалтером. И в субботу старалась не работать. Но если все-таки приходилось, то не писала. Таких, как она, было мало. А директор банка, бухарский еврей, заметил, что она не пишет в субботу. Он вызвал ее к себе. Ты почему не пишешь? Девочка сказала ему правду. Суббота? Ах, суббота! Так я заставлю тебя. Будешь писать в субботу. Она подала заявление об уходе, а он не увольняет. Тогда нельзя было увольняться без разрешения. Если не приходил на работу, могли посадить. Что делать? Я поспешил к Борису Давидовичу домой. Дело было 30 августа. За день до начала учебного года я пришел к нему. Где-то в 8 утра слышу из его комнаты доносится Шма-Исраэль. Вот так по слогам он читает. Буквально полчаса проходит, пока он прочтет Шма-Исраэль. А потом он еще молится своими словами. Между прочим, я заметил, что он стал полностью верующим. И кошерное мясо покупает, и жена ходит в микву. Когда я ему все рассказал, он говорит, Ну что, попробую, пойду к директору банка. Я спрашиваю, вы знакомы? Нет, не знаком. Так как же вы пойдете? Это же опасно. Ничего, Бог поможет. А тут за ним приехал зауч его школы. Они собирались к 9 часам на учительское собрание. Ну и мы немедленно отправились в банк. Директор, зауч и я. И было уже половина девятого. Зауч ждет в машине. Педсовет накануне учебного года. Не шутка. Я жду на улице. Так вот, учитесь, как надо поступать. Аксакалов вошел в банк без пяти девять. Десять. Одиннадцать. Его нет? Я подумал, что директор банка позвонил КГБ. И теперь его не выпускает. И вот без четверти двенадцать выходит Аксакалов. Аксакалов. И говорит. Благословен творец. Уломал его. Уломал его. Надо спасти. Надо спасти человека. Вот он и спас. Какой ненормальный пойдет хлопотать за незнакомого. Аксакалов. Да еще по такому рисковому делу. А он пошел. Много ли найдешь таких дураков, как Аксакалов? Тридцать пять человек учились у него по фальшивым справкам. Он же рисковал. У него была большая семья. И все ради заповеди. Ни копейки никому и ни у кого не взял. У Аксакалова было восемь дочерей. А потом пошли сыновья. Помню, как Борис Давидович прибежал ко мне ночью сказать, что родился сын. Аксакалов и вся его семья стали верующими. После смерти, а он умер около двадцати лет назад, семья переехала в Израиль. Был момент, когда его старший сын, призванный в израильскую армию, под влиянием окружающих перестал надевать филин. Так я молился. Рибуно шелу-лам. Его отец столько сделал ради субботы. Помогал другим евреям. Рисковал с собой. Неужели ты не поможешь его детям идти по пути Тору? Три ночи подряд на рассвете, незадолго до подъема, то есть до того времени, когда полагается надевать филин, покойный отец приходил к парню во сне. Тот испугался. Отец так просто не явится во сне. И стал опять надевать твилин. И с тех пор ведет себя достойно. Родные Аксакалова издали здесь в память о нем молитвенник с его портретом. А недавно перевезли останки Бориса Давидовича Аксакалова и похоронили в Ярушалайме. На похороны съехались все его дети, даже из Америки. Много говорили о нем, и я тоже рассказывал. На его годовщину смерти, Йорцай, я всегда езжу к его семье.